А в самом парламенте нардепы бурно обсуждают вчерашние баталии. Кое-кто даже решил обратиться в правоохранительные органы. К примеру, Олег Барна, которому вчера досталось возле Верховной Рады, сначала жаловаться не хотел, но ближе к вечеру все же написал заявление в ГПУ. В нем указывают, что неизвестные заблокировали ему выход из здания, толкали, оскорбляли и угрожали. А спикер сетовал, дескать, протесты, сорвали визит в Раду высокой гости из Мальты. Да и медреформа на грани провала. О прошлом и будущем в парламентских буднях далее в материале. Под окнами парламента кемпинг митингующих, внутри депутатский диспут клуб о происходящем на улице. У меня сегодня, в третьей часу, встреча с президентом Мальты. Как должен ехать президент Мальты в Верховную Раду Украины? Я требую, чтобы был разблокированный заезд, чтобы были разблокированы все входы и выходы в Верховную Раду Украины. Мы все поддерживаем мирные акции, но мирная акция, когда с Радницкой, с спины нападают, мирная акция, когда в схронах ховывают оружие, когда пытаются купить оружие и пронести ее сюда, я считаю, что это неверным и очень загрозным. Жертва нападения, нардеп Олег Барна, сегодня разошелся в эмоциях. Вчера под стенами парламента на него набросились с кулаками и устроили коридор позора. Барна уже обратился в сектор самопомощи. Правильно скажут, не так страшны ворожьи воши, как внутренние гниды. А вот нардеп Гончаренко жаловаться не намерен, хотя и пострадал вчера под радой от яиц. Но некоторых своих коллег предлагает закрыть за хулиганку. Мы сестру, держите ее! Пан Парасюк уже всем зрозумел, кто он есть. На жаль, нет детской комнаты милиции в парламенте. Но если бы она была, это место, где должен сидеть пан Парасюк с ранку и до вечера. Впрочем, подсчитывая боевые шрамы и заклинив обидчиков, нардепы задаются вопросами, зачем же все-таки люди вышли на улицы, кто виноват и что наконец делать. Чего хотят организаторы провокации? Какие цели они переследуют? Дуже банальные. За любую цену дорваться до влады. Вести парламент в штучную политическую кресло. Заткнуть людей с правоохоронцами и спровоковать бийки. Роздуваю это представниками коалиции МІФа, что люди пришли вимогать изменения влады. Это неправда, поскольку никаким образом нет требований людей изменения влады. Люди хотят всего-навсего три требований. Соснование системы антикоррупционных судей, нового выборчого закона, открытых партийных списков на пропорционной основе с региональными округами и снятие или обмежение депутатской внутриканности. Требования внести законопроекты в повестку дня в коалиции намерены выполнить. По крайней мере, завтра рассмотреть закон о снятии неприкосновенности и приступить к документам, которые призваны изменить избирательную систему. Правда, что касается открытых списков, то в Раде аж три законопроекта и два новых избирательных кодекса. Путаница неизбежна. Еще один непроходной вопрос – как завтра до Рады дойти? Они не покоят, что завтрашняя акция протеста и недопуск депутатов, побития депутатов, то, что было у нас вчера, это может смусить ряд, большую количество депутатов не прийти просто в зал и мы не соберем необходимую количество голосов за медичную реформу. Я буду особисто звинувачувати каждого організатора мітингу, который не допустил депутатов в зал в провале медической реформы. Завтра голоси будут, поскольку будет план проголосовать медичную реформу, так званую. Поэтому можно будет завтра очековывать, что в парламенте будут депутаты живые, которые будут голосовать. Это политические амбиции, но они не враховывают ситуацию в стране сегодняшнего. Наша страна третьего Магдана не переживет. И мы категорично против таких революционных перетворений, потому что, если только в нашей стране революция, то потом падает в три раза национальная валюта, народ становится беднейшим, а враховывая уровень накалу общества, что можно и быть расколом страны. Поэтому наша позиция не изменилась. Мы вымогаем переобранжение этого парламента. Он не используется доверой людей. Но это должны быть выборы, эволюционный развитие, а не любая революция, которую сегодня пытаются створить. В общем, сегодня нардепы больше говорили о политике, чем о законах. Медицинская реформа, которая второй день подряд рассматривается, судя по числу нардепов в зале, интересно немногим. В полупустом зале нардепы все же преуспели в рассмотрении поправок. Прошлись по всем, и завтра утром ожидается окончательное решение. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.